Приветствую всех участников. Уважаемые коллеги, у меня для вас сегодня будет короткая презентация насчет наших замечательных ножей из Феликс Золинген. Итак, хотел бы сейчас поделиться своим экраном и показать вам презентацию. Итак, начнем с того, что у нас есть чем похвастаться. У Цептера всегда есть чем похвастаться. В этом случае это завод Феликс Золинген, который работает с 1790 года. Да, уважаемые дамы и господа, это много лет, это традиция, это качество. Золинген, кстати, заметка для всех, кто потом будет контактироваться со своими клиентами, потенциальными клиентами, Золинген это город в Германии, это не бренд. Много людей думает, что Золинген это бренд, на самом деле это город. Но этот город прославился на весь мир своим качеством и своей традицией изготовления лучших ножей в мире. Итак, давайте перед тем, как вообще приступим к анализе, почему наши ножи такие уникальные, пару слов про историю ножей. Вы знаете, что ножи это наиболее важные инструменты вообще с момента зарождения человечества. Ножи способствовали технологическому, военному, культурному и научному процессу. Это был и есть жизненно важный инструмент для выживания, сражения, строительства, ну и, конечно же, приготовления пищи. Первые ножи были изготовлены из камня около 500 тысяч лет назад. Создание металлургии позволило переправлять бронзу и ковать ножи. Ну и так шло время, шли века, железо, а затем сталь распространилась по всему миру. Металлургия стали в средневековой Европе способствовала развитию производства ножей. Изобретение нержавеющей стали, которое было в начале 20 века, позволило производить кухонные ножи и столовые ножи, которые все мы используем сегодня. Ну и, конечно же, ножи «Феликс». Это традиция. Это 230 лет опыта и знаний, которые производят и гарантируют производство лучших ножей. Это непроизойденное качество. Изготовление, кстати, вручную. Это уникальные экземпляры. До 80 рабочих операций на один нож. Конечно же, используются только самые лучшие и самые качественные материалы. Ну и, чем мы можем похвастаться, это один из старейших и лучших в мире производителей ножей. Пожалуйста, обратите внимание, уважаемые дамы и господа, это шедевр. Наш нож «Феликс Олинген» с оливковой рукояткой, из оливкового дерева. Ну это просто недосягаемая красота. Это потрясающий дизайн. Это непревзойденное качество. Я уверен, каждый из вас хочет обладать таким ножом у себя дома. Значит, дизайн. Давайте я хочу вам напомнить, что мы много раз получали награды, самые престижные награды, как EF Gold Award и Red Dot Design Award. И наши ножи признаны одними из лучших ручных изделий и ручной работы в мире. И одни из самых красивых продуктов. Я хотел бы сегодня вам сказать пару слов про особенную форму наших ножей. Это «Феликс» ножи с рукояткой из оливкового дерева. Прежде всего, материал. Лезвие изготовлены из стали X50 хромников в аназиум-15, что гарантирует прочность режущей хромки и устойчивость к коррозии. Вот у нас на изображении есть модель ножа «Сантоку». Это традиционный такой японский дизайн, который у нас занимает. Нож особенно подходит для приготовления лосося, ветчины, овощей. Тонкие пластинки срезаются в мгновение ока. Рукоятка ножа, кстати, изготовлена из андалузского оливкового дерева. Кстати, она такая приятная, такая мягкая, но при том она очень прочная. Независимо от того, сколько времени она проводит в нашей кухне, она всегда остается кладкой, незменной и в целости, и в сохранности. Давайте теперь посмотрим коротко, какая же процедура изготовления лучших ножей в мире. Прежде всего, Феликс Олинген, фирмацептор, сохранила традиционное изготовление ножей, кузнечная копка, уважаемые дамы и господа. И кузницы высококачественной стали, придают форму. Давайте посмотрим и сравним с другими производителями. Прежде всего, Феликс Олинген – это ручная работа. Это кузнечная копка в штампе с падающим молотом. А ударная сила падающего молота до 1000 тонн. И именно это позволяет образовать идеальную форму, идеальную атомную структуру нашей стали. А у массового производства они используют машинную копку плющения. Листы стали нагреваются и сплющиваются для получения утолщений. В результате чего тут у нас атомная структура неравномерная. И оно, кстати, приводит к дефектам и ломке. И посмотрите, сравните наше производство и других производителей массового производства. У них только одна рабочая операция и все автоматизировано. А у нас, смотрите, множество рабочих операций и ручная работа. И, конечно же, очень важно, чтобы специалисты были квалифицированы и имели большой опыт. Следующий этап – это, значит, закалка. Закалка тоже проводится вручную. Процесс закалывания проходит в масляной ванне с последующим глубоким охлаждением до минус 80 градусов Цельсия. Тоже вручную все делается. Каждую заготовку отдельно обрабатывается, что дает очень хороший эффект, что дает высокое качество. А у массового производства, у других производителей, закалка и охлаждение проходным способом на конвере. Конвейеры, уважаемые дамы и господа, они совместили два процесса в один, и, конечно же, тут теряется тогда и качество, и очень сложно сохранить параметры твердости, особенно при том, когда подается в этих конвейерах подача азота и воздуха. И тогда, к несчастью, теряется качество, и не может сравниться это с ручной работой. Шлифовка. Очень важная. Знаете что? Хороший нож должен шлифоваться вручную, чтобы режущая кромка была как можно тоньше, но и в то же время не подвергалась ржавлению или излому. Так что очень важно сохранить правильный угол, когда мы точим наш нож. Стандартный угол ножей Феликс – это 30 градусов. И именно эта тонкая режущая кромка дает нам суперэффект, и лезвие остается острым очень долгое время, и, возможно, очень толкая нарезка. А у массового производства, уважаемые дамы и господа, стандартный угол намного больше – аж 36 градусов. И толщина режущей кромки от 0,45 до 0,50 миллиметров, и они шлифуют на наждачной ленце, что вообще в результате чего получаем плохое качество, лезвие быстро теряет режущие качества, ну и, возможно, только грубая нарезка. А у нас в Феликсе Золингене точим на камне традиционным способом, вручную, и при этом получаем тонкую режущую кромку и правильный угол. Ну и, конечно, значит, стандарт ножей Феликс составляет 0,25 до 0,30 миллиметров. Благодаря этому, значит, режущую кромку можно заточить еще тоньше и, следовательно, сделать ее намного более острой. И при этом нож, значит, сохраняет режущие качества намного дольше, она более легкая в последующей заточке и, возможно, конечно же, тонкая нарезка. А у массового производства режущая кромка от 0,40 до 0,45 миллиметров – это намного больше. Лезвие быстро теряет режущие свойства, лезвие быстро затупляется, очень сложно перезаточить и, возможно, только грубая нарезка. Уважаемые дамы и господа, давайте сравним марку. Марка Феликс, компания Феликс является производством мануфактурного типа по изготовлению ножей. Тут ручная работа, тут высококвалифицированные специалисты и эксперты. Оно изготавливается в городе Золинген в Германии. Не просто запаковывается там, а изготавливается в нашей фабрике. И, конечно же, у нас высокой степени узнаваемости у поваров-любителей и профессионалов, и они ценят наше превосходное качество. И, конечно, международные повара изысканной кухни доверяют только ножам Феликс. А у массового производства, уважаемые дамы и господа, вы знаете, что они изготавливают большинство своих ножей в Азии, значит, за очень низкие цены потом их импортируют в Германию. И представьте себе, что довольно только импортировать в Германию и там запаковать, и уже получают штамп Made in Germany, хотя они не сделаны в Германии. Ну, конечно же, это слабые или вообще средние качества для массового рынка, ну и, конечно, качество, которое избегается поварами-любителями и профессиональными поварами. Уважаемые дамы и господа, очень важные услуги, которые Феликс Лолинген предоставляет после, значит, продажи наших ножей, это, во-первых, 5 лет гарантия, это долгосрочная гарантия на дефекты материала. Конечно же, предоставляет уже сервисное обслуживание на месте нашими дилерами. Тоже, возможно, услуга заточки ножей в филиалах компании. Компании Цептер по всему миру. Ну и, возможно, тоже восстановление поврежденных ножей за незначительную доплату. А у массового производства, уважаемые дамы и господа, никаких стандартов нету, никакой гарантии нету, и, конечно, отсутствуют услуги по заточке ножей или восстановлению поврежденных ножей. Какой же вывод? Уважаемые дамы и господа, Феликс Лолинген – это превосходное качество. Это ручная работа. По сравнению с другими производителями, мы только подчеркиваем преимущество ножей Феликс. Это непревзойденный дизайн. Это использование наилучших материалов. Это долгий срок службы. Это традиционная кузнечная копка. Это традиционный метод закалки. Более тонкая режущая кромка. 30 градусов угол скоса. 30 градусов. Узнаваемость нашей марки поварами-любительными и профессиональными поварами. И, конечно же, превосходное сервисное обслуживание. Уважаемые дамы и господа, желаю вам еще раз показать и представить. Это замечательный нож Цепте. Это в Теликс Лолинген с рукояткой из оливкового дерева из Андалузии. Уважаемые дамы и господа, только посмотрите. Я вам сейчас покажу. Возле меня есть целый сервис этих ножей. Посмотрите, уважаемые дамы и господа, это превосходно. Только посмотрите, какой это шедевр. И знаете что? Я хотел бы еще добавить, что вот эта рукоятка, которая изготавливается из андалузского оливкового дерева, она очень прочная. Ее затачивают, ее полируют, ее шлифуют до того момента, пока она идеально не ляжет в вашей руке. Уважаемые дамы и господа, я думаю и считаю, что Феликс Лолинген имеет очень много аргументов. И мы должны сообщить всем нашим клиентам, всем потенциальным клиентам, какая у нас замечательная продукция ножей. Лучшая продукция в мире. И по качеству, и по функциональности наши ножи между первыми ножами в мире. И по дизайну. Это прекрасные ножи. Давайте еще раз полюбуемся и посмотрим, какие же тут у нас прекрасные ножи. Посмотрите, уважаемые дамы и господа. Разве вы не желаете зайти утром на свою кухню и увидеть просто такой шедевр? И пользоваться такими ножами, которые вам намного облегчат работу на кухне? Давайте мы все будем шеф-поварами. Давайте мы будем с этими ножами дирижерами. И мы будем командовать и управлять всеми процессами приготовления пищи на нашей кухне. Мы-то будем главным дирижером. А это инструменты, которые будут выполнять все наши желания. Я бы хотел еще вернуться на секундочку к своей презентации и показать вам, какие еще дополнительные у нас есть материалы к нашим ножам. Конечно же, нарезка и сервировка очень важны, чтобы при использовании наших ножей мы использовали только лишь деревянную доску как основу. Потому что, если используем другие материалы, такие как стекло, керамика или мрамор, нож затупляется. Так что, когда мы используем деревянную доску, значит, наши лезвия остаются острыми в течение длительного времени. И значит, и нарезка намного лучше и качественнее. Ну и, конечно же, доски деревянных феликс-ацептер изготавливаются только из высококачественных, значит, дубильных антибактериальных древесины. Также уход очень простой и также они очень выносливые. Хранение ножей, уважаемые дамы и господа, если мы хотим иметь у себя дома такие потрясающие ножи, такую уникальную коллекцию, то мы должны ее правильно хранить. Представьте, вот до 80 ручных процессов, чтобы изготовить такие ножи, поэтому не надо их хранить в своих полках, надо хранить на магнитном держателе. Уважаемые дамы и господа, и так мы сохраним прекрасный выгляд наших ножей и сохраним, конечно, их качество и функциональность. Тут у нас есть два вида магнитных держателей, один из темного дуба, а второй из орехового дерева, как вы видели у меня, и он отлично сочетается с нашими ножами, с рукояткой из оливкового дерева. И, уважаемые дамы и господа, конечно же, пару слов я бы хотел сказать про нас. Универсальный нож For All – это карманный нож от фирмы Цепка. For All само название говорит «для всего». С этим ножем мы уверены в себя, с этим ножем нам хорошо. Так что этот карманный нож имеет лезвие из высококачественной японской нержавеющей стали АУС-8. Тоже у него в процессе изготовления используется специальная закалка, которая делает структуру стали тонче и компактнее, а прочность очень большая у него по шкале Rockwell 57-58. Рукоять легкий алюминий, который простой и легкий в использовании для любого случая. Ну и ручка, конечно, эргономичная, которая обеспечивает уверенный захват и превосходный контроль. Мы этот нож используем в каждом условии, на каждый из случаев. Неважно, это дома, на кухне, чтобы что-нибудь порезать, что-нибудь приготовить, или, как я люблю его, сыграть с собой в путешествии. Неважно, я ли еду на какой-то камп, в деревню, на дачу, еду лазить по горам, еду на пикник, еду на рыболовку и так далее. Этот нож всегда со мной, и он мне всегда пригодится. Его особенности еще дополнительные. У нас есть этот предохранитель, который, значит, при нажатчей кнопке мы отблокируем нож и можем, значит, вытащить лезвие. Чехол очень классный, изготовлен из стойка водонепроницаемой ткани. Так что это тоже очень классная вещь. Ну и, конечно, наконечник. Дополнительная вещь для всякого случая. Он для разбивания стекла. Он может пригодиться просто в каких-то экстренных случаях. Итак, уважаемые дамы и господа, нож for all – это ваш инструмент для выживания. Либо он у вас есть, либо он вам не может. Кто есть пользователь? Коллеги, добрый день. Это Елена Борисова. Могу я поделиться своим опытом? А, конечно, давайте. Спасибо вам за презентацию. И я могу сказать, что я уже полгода наслаждаюсь вот этим преимуществом. Вот вам подтверждение. Это моя коллекция. И, как видите, она не поменялась и такого же качества. Хочу сказать, что у меня это уже третья коллекция «Цептор». И предыдущая была «Резолют». Но когда я увидела оливу, я в нее сразу влюбилась. И поэтому тоже заменила. Вообще, ножи – это лицо хозяйки. И лицо нашей кухни. И, вы знаете, моя мама приучила меня готовить пищу на один раз. Поэтому качественный инструмент – это сюда очень важно. Потому что он влияет и на нашу производительность, и, конечно, на эстетический эффект. И в чем же это качество и почему это важность? Ну, во-первых, то, что это комплект из пяти ножей – это самый оптимальный. Я считаю, что для любой кухни в домашних условиях. Потому что профессиональные повара используют 20-25, чтобы нам это не нужно. 5 – это оптимально. Но меньше тоже нельзя, потому что, наверное, все помнят, есть такие хозяйки, у которых есть любимый нож. В ящике много-много ножей, но она любит один, и она за ним ухаживает. Вот здесь эти 5 ножей, которые действительно соответствуют, имеют каждое свое предназначение. Дальше для меня очень важно – это качество. Конечно, это качество нарезки и то, что нож острый. Знаете, есть пословица – или мы режем, как нам надо, или как получится. И еще говорят, что тупым ножом больше вероятность порезаться, чем острым. Поэтому именно лезвие должно быть острым. Но на качество нарезки еще влияет геометрия. Я тоже всегда на это обращаю внимание. Это углы, это скосы для того, чтобы действительно мы могли сделать нашу работу профессиональной. И еще один секрет, уважаемые коллеги, меня давно научили ему, что, конечно, нож должен быть сбалансирован. То есть сочетание ручки и ножа, ручки и лезвия. Вот есть такой простой способ. Посмотрите, на вольвер кладем, видите? И он сбалансирован. Это означает, что наши кисти при нарезке всегда будут защищены, то есть у нас не будет дополнительной нагрузки. Ну и еще могу сказать, конечно, эстетический вид, да, то есть вот эти замечательные ручки, то есть их теплото, олива, энергетика – это делает как бы, да, вот нашу работу приятной. И я могу сказать, я действительно испытываю удовольствие. И, конечно, важно, чтобы эти ножи были по-другой, они были на подставке, потому что это сохранение качества ножа, потому что когда они лежат просто в ящике, они быстрее тупятся. Вот, поэтому это очень красиво. Могу сказать, что подойдет под любой дизайн кухни, потому что дерево – это всегда беспроигрышный вариант. Ну и, конечно, это наслаждение, это все по-другой, это удобно. Спасибо компании «Цептор», что у нас есть такая продукция. И я желаю вам также насладиться, как наслаждаясь я, такой замечательной продукцией.